ебать какой пиздёж уровень бог просто коммунизм следующее видео которое мы посмотрим называется вернулись из кндр как живут в северной корее вестник дури опять опять про северную корею сейчас будет вот как выглядит номер в народной корее это комната отдыха приемы иностранных гостей это вид из окна вот там город кипит жизнь люди ходят операторская работа прям как в моих тревел блогах календарь 10 октября на 10 месяцев календарь кстати красивый спальня спальня и вот еще тоже вид из окна вот в этих домах и живут трудящиеся народной кореи да еще твой номер нашпигован прослушивающей аппаратуры начинаю я считаю вот это я что бы никто не сомневался трезвом уме и здравой памяти ты не можешь быть в трезвом уме и здравой памяти блять потому что ты коммунист пейзаж типичный корейский пейзаж но кстати эти пейзажи они похожи на пейзажи гонконга острова лантао в частности как и все кто ездил северную корею мы готовились столкнуться со сплошной показухой и потемкинскими деревнями у нас поселят в какой-нибудь роскошной гостинице и будут показывать только то что заранее да но там нет роскошных гостиниц потому что все в текаре это как гавана вот например то есть я жил в гостинице где постоянно лифт ломался например там были проблемы с водой с горячей потому что это блять социализм чувак чушь ты хочешь подготовлено в качестве витрины для иностранцев с такой установкой пндр приезжают почти все а либеральные блогеры и журналисты они даже и уезжают с ней открыточная северная корея заканчивается довольно быстро вот по пути из китая набережная дальше так спрашивают в чате почему он не может просто отказать что в кндр не тот коммунизм ну в смысле неправильный но наверное он слишком много сил инвестировал в то чтобы типа доказывать что типа нет там все правильно все хорошо социализм то есть теперь просто отказаться от своих взглядов он не может карусели не работающие чертовы колесо с противоположного китайского берега кажется что красиво на самом деле она давно проржавела не работает и кататься там некому это милитаризованная зона ну и действительно показухи в кндр хватает вся программа визита расписана мы там после лекции по чучхе ходили по местам поклонения вождям или по музеям ну и как бы мы же тоже не пальцем деланы поэтому мы разработали целую программу преодоления показушничества мы просто сбегали от наших длительных гбшников вставали по утрам 6 утра не бежали город спортивных тусах на радость корейским обывателям которые прямо скажем такое видят нечасто или по вечерам уходили гулять и пропадали в городе по несколько часов это стоило нам несколько интенсивных инструктажей головомоек о том что делать так ни в коем случае нельзя но зато было интересно и в итоге мы видели не только витринную кндр но и повседневную жили мы в центре и поэтому каждая прогулка начиналась таких красивых ну вообще там как бы ситуация то какая там отснятый весь материал северокорейские спецслужбы должны просматривать ну если ты что-то снимал без их ведома районов которые без того стараются показать всем иностранцам если бы они реально какой-то пиздец там сняли да вроде того как там человека на улице избивает или еще что-то ну их бы заставили это стереть просто ну например это либо флеш-карту отобрали это улица мира либеральных и западных сми можно найти такую информацию что это район призрак что мол там вообще никто не живет его построили якобы для того чтобы пускать пыль в глаза иностранцам и доказывают это тем например что свет в окнах в этом районе зажигается словно по команде одномоментно и мы действительно это видели но конечно объясняется это не заговором объяснять гораздо проще в корее острый энергетический кризис и свет в дома подают по часам ну как в россии в 90 по вечерам на улице вы можете увидеть студентов которые чего блять чего блять свет в дома пода подается по часам как в россии в 90 и серьезно блять серьезно а кого кого вы пытаетесь обмануть блять он 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 на полном серьезе утверждает что в россии в 90 и были проблемы с электричеством и электричество блять дома включалась на несколько часов в день ебать то есть а то есть это рассчитано на тех кто уже после девяностых вылупился да на свет что типа а ну как в россии в 90 и ну значит тоже пиздец был как бы ебать какой пиздеж уровень бог просто стоят под фонарями и зублят своей ну ничего себе то есть вот а сейчас я узнал что оказывается в россии в 90 и были блять перебои с электричеством электричество включалось на на несколько часов в сутки как интересно да спекты потому что так что еще он может нам рассказать про россию 90-х дома света нет зато коммунальные платежи в кндр чисто символически и люди просто держат свои электроприборы всегда включенными чтобы не пропустить драгоценное время когда подают электричество в остальном на улице мира полно людей они входят и выходят из зданий посещают магазины и заподозрить что все они просто участвуют в спектакле для редких иностранцев может только самый конченый параноик или там скажем ангажированный либеральный блогер или это одно и то же с другой стороны наверное жители мира это весьма привелигированная часть общества большинство конечно живет не в таких красивых домах но все-таки это десятки тысяч человек и помимо мира я не есть еще несколько кварталов примерно такого же качества другие районы подальше от центра не такие красивые ну и какими-то супер ужасными их не назовешь такой обычный китайский мегаполис да можно и с российскими городами или даже спальными кварталами европейских городов вполне сравнить ну не знаю с обычный китайский мегаполис с шанхаем там пекином или гонконгом я бы это не стал сравнивать конечно мы пытались заходить подъезда но это оказалось непросто там часто сидят какие-то бдительные тетушки дежурные и внутрь они никого не пускают да и сами жители интенсивно и так протестно жестикулируют видно что они не хотят чтобы мы ходили к ним в гости и мы боялись подвести их под сугундер со своим любопытством и отступали но и там куда удавалось заглянуть никакого особенного трэша или там повешенных батареи диссидентов не было обычные подъезды в каком-то российском областном городе ну да потому же диссидент вывешивают блять не в черте пхеньяна в специальных лагерях за его пределами да даже пожалуй почище кое-где встречаются остатки старой застройки там пятиэтажки 50-х 70-х годов но вы такое видели вокруг вас пхеньян сам по себе это вообще витрина социализма потому что там живут только люди в лояльности которых власть уверена и этим никого не удивишь пхеньян от столицы бывают и такие одноэтажные хутуны остатки старинные застройки какой советском союзе кстати тоже неблагонадежным им не разрешалось селиться в крупных городах то есть там они все жили там за сто первым километром например в рязани или калуге сельской местности которую мы видели гораздо меньше и в основном из окна автобуса тоже никаких леденящих душ и ужасов вроде бы нет большинство домика в деревнях которые мы проезжали похоже такие совхозные домики которые строились селах в ссср иногда бывают правда и и более стремные строения барачного типа когда комнатушки жителей расположены под одной крышей трудно сказать сколько людей живут в кндр в таких мрачных условиях но три с половиной миллиона россиян живут в аварийном или ветхом жилье и нам с вами тоже здесь есть о чем подумать ну так хочу что назад ты северной кореи вернулся в россии все плохо как бы аварийное жилье все такое со стометрового монумента идеям чуче мы видели картину панораму всего города ну и эти вот хутуны занимали ну я не знаю десятую часть может быть вот в томске их точно больше обычные улицы пхеньяна выглядят небогато но очень чисто когда бегаешь по утрам сразу видишь откуда берется эта частота ну что жители каждого дома служащие учреждений учащиеся рабочие прям с 6 утра не тут мостовые возле своих домов и учреждений девушки и тетеньки выщипывают траву на газонах иногда они попадают вот в объектив фотографа и потом по интернету гуляют фотки о том что жители кореи едят траву студенты солдаты какие-то пенсионеры размахивают метлами да это ложь на самом деле они не едят и конечно это трудовая повинность люди выполняют эту работу по разнарядке вообще признаков избыточной дисциплины в кеньяне много ну всякого паразит обилия военных и вообще людей в униформе которые везде ходят строим то самое прикольное что строим по улицам иногда ходят и гражданские загадка тут небольшая это рабочих и служащих организованно вводят на важные общественно-политические мероприятия ну там на поколение это военные просто не в гражданском мнение вождям или домик кимирсена в мангенде а ту на симфонический концерт у него мы рассказывали в предыдущем ролике можете ткнуть туда но вот это хождение строим конечно экзотика она бросается в глаза а важно еще обращать внимание на то что выглядит обыденностью нормой то что разрушает пропагандистскую картинку тоталитарного общества которое населено одними биороботами вот вам пхеньянцы которые занимаются спортом на набережной это организованный групповой спорт но не обязательный мы специально уточняли и за отказ заниматься гимнастикой на набережной не расстреливают преступный либерализм проник видите в северкорейское общество подтачивает основы социализма диктатуры пролетариата за отказ заниматься групповым спортом не расстреливают пиздец может они еще и геев начнут женить вообще просто я хуевая от них пиздец какой либерализм то есть даже не расстреливают за отказ заниматься на улице вот этой глядь гимнастикой просто возмутительно до ким ченн это либерал слушайте барин то добрый только ссылают в трудовой лагерь шутка политическая полиция иногда заставлять хуенные шутки у тебя чувак особенно вот для людей которые там живут корейцев веселиться ну разумеется чтобы пустить пыль в глаза редким иностранцам мы как-то загуляли в парк аттракционов вот так путают рядового северокорейца и видели что тех да хуенно только проблема в том что это китайские исписанные аттракционы которые полный свой срок отработали где-нибудь в шанхае там или в ухане каком-нибудь и потом их отправляют быть в северную корею отказывается кататься на падающей карусели сразу сжигают в автомобильных покрышках это была шутка проплачена ким чен ином а вот танцы в парке в день государственного праздника это был день трудовой партии кореи один из наших чучхиистов членов нашей делегации даже не выдержал и тоже пустился в пляс ну поддался на тоталитарную пропаганду люди сидят в парке группами семьями едят какие-то бутеры поют танцуют все как у нас выпивают пьянские магазины это машина времени заходишь в них и попадаешь сразу в 80 магазине пустынно полу тимана чате пишут сегодня перестаем расстреливать за отказ от зарядок а что завтра наши жен будут насиловать солдаты нато да но это буквально слова клемм саныча жукова на в интервью station маркс когда он говорит о том что типа вот я если вы разрешаете мелкий бизнес то завтра ваших дочерей насилуют натовские солдаты полках горкой сказал клемм саныч жуков и пошел заниматься мелким бизнесом в таиланде лежат какие-то консервы ассортимент прямо скажи мне очень странный перверсии у человека ну и пустые мете прилавки не назовешь продукты почти всегда низкой ценовой категории лежит ширпотреб перемешку корейский и китайский вот сильное впечатление это транспорт в столице народной кореи да грузовики на дровах стоит он 5 вон по текущему курсу это 4 копейки на российские деньги москве напомню одна поездка в метро стоит 38 рублей почти в сто раз дороже во вторых если вы иностранец то в метро вас не пустят и билеты вам нужны мы трижды пытались но просто чудом избежали международного скандала девушка красивой униформе чуть не посидела отгоняя нас от заветных турникетов нас выпустили но кстати не скормили собакам в метро мы потом все же попали правда уже в сопровождении компетентных сотрудников там красиво такие огромные мозаики на каждой станции на платформах стенды с газетой на дон всему которые кстати про нас про нашу делегацию писали почти каждый день в каждом вагоне портреты вождей полутьма привет энергетическому кризису и часто включают песни прославляющие руководителей тючхейской революции и вождей поезда приходит каждый пять минут примерно на метро рано закрывают в 10 часов мы вам еще хотели рассказать о сексе в северной корее если это кого-то интересует но к сожалению выяснилось со слов наших сопровождающих что его в кндр нет во всяком случае до брака все все как в советском союзе в стране позднее большинство граждан служит вооруженных силах по 7-9 лет а потом принято найти работу охуенно все как в россии в 90 сверху нету блять как в россии в 90 и блять в армии служит по 9 лет часто по распределению везде портреты с ельцином блять устроиться в жизни и только потом жениться но при этом по статистике на каждую женщину в северной корее приходится в среднем 1,91 ребенка что кстати немножко больше чем россии примерно соответствует показателям франция гуляя да у них проблемы с контрацепцией я подозреваю по ночным набережным мы пару раз натыкались правду на целующиеся парочки скорее всего это были смелые диссиденты которые бросали вызов диктатуре не исключено что их сразу после поцелуев сжигают покрышках но это не точно говорить блять вот вот эти шутки это просто охуительно это вот примерно как чувак в 30-е съездил бы куда-нибудь в третий рейх а потом выходил бы и рассказывал что типа ха на улице при гитлере блять расстреливают евреев шутка шутка на самом деле я ничего такого не видел улиц чистые блять в магазинах полно еды блять ребята сука какой же ты дебил горит ли это все от летворно влияние империалистической пропаганды или о том что в кндр живут такие же люди как вы и я решайте сами все хватит о глупостях давайте про серьезные вещи как работают и сколько зарабатывают жители самой загадочной закрытой страны на земле поехали мы спрашивали у наших лекторов по чучхе и компетентных сопровождающих то есть в общем вполне официальных лиц сколько то есть он не про трукмению дача спросил на коре только составляет зарплаты учителя офицера или там медсестры и нам ответили что около 5000 вон это очень мало это примерно 70 центов по уличному курсу столько стоит бутылка пива две сардельки фастфуде или 100 поездок на метро рабочий день у вас 8 часовой спрашивали моему специалистов по чучхе до 8 часовой отвечали они но добавляли что мол рабочие сами добровольно остаются на своих постах и работают для строительства могучей социалистической державы после конца рабочего дня охуенно я предполагаю что за этой фразой кроется объяснение очень низких зарплат бюджетников многие из них вынуждены работать сверхурочно уже в рамках хозрасчетного или рыночного сектор экономики об этом несколько слов я скажу позже делают они что ну то есть блять это настолько социализм что у них рабочий день не 8 часов а часов 12 блять минимум это чтобы увеличить объем наличности в своем бумажнике но про зарплаты в этом хозрасчетном ироничном секторе на предприятии которые мы посещали мы рассказывали в предыдущем ролике также как и про систему централизованного распределения продуктов по карточкам просто пиздец блять пошути давай пошути про эту хуйню просто пиздец ребята серьезно есть одна вещь которая в корее просто бросается в глаза это неравенство в истории двадцатого века было много разных левых режимов и как бы вы к ним не относились большинство из них стремились к эгалитаризму к снижению социального неравенства но не северная корея двух минутах ходьбы от нашей гостиницы находился закрытый квартал прямо все улицы на въезде в него перекрыты охраняются вооруженными солдатами мы спрашивали у наших сопровождающих кто здесь живет на что нам кратко и сухо отвечали партийные члены кори охуенный социализм блять рабочий день по 12 часов блять от отдельные охраняемый квартал для членов партии чё-то чё-то это на орвелла очень похоже 1984 и всегда была очень иерархическим обществом об этом пишут все специалисты по стране вне зависимости от их политических взглядов и с приходом к власти кимирсена эта ситуация не изменилась в кндр все население делилось на несколько десятков категорий от заслуженных ответственных работников до подозрительных и потенциально нелояльных это хуяна кастовый строй только блять безрыночной экономики разделение производилась на основании сангун понятие которое можно сравнить с политической кармой от происхождения политическая карма блять с варновым строй в индии это можно сравнить линии человека и от того чем занимались его предки во многом зависела его собственная жизненная траектория таким образом даже в самые классические времена кимирсена корейская общество было едва ли не сословным очень жестко иерархическим очень многие должности передавались по наследству и не только на самой вершине общества мы например спрашивали у наших сопровождающих коммунизм власть передается по наследству блять работа считается очень огромный кильцем ирархическим очень большим действием